А когда очередность подойдет? Скажите, пожалуйста. А очередность подойдет, наверное, в следующем году. От этого звонка зависит поездка на Черное море. Людмила Николаевна инвалид первой группы. Из-за клещевого энцефалита женщина с 4 лет прикована к коляске. Лечение в санатории каждый год ей прописывают врачи. Местные лечебницы, по словам женщины, не приспособлены к отдыху колясочника. Возможность подлечиться без волонтеров есть только в Крыму. Но в электронной очереди на эту поездку она стоит уже полтора года. Последний раз я звонила в апреле, узнавала соцфонд нашего района советского. Мне ответили, что путевку можно ждать годами. Потому что путевок очень малое количество приходит. И находит разные причины, что путевок для вас нет. Когда мне нужны грязи, нужна электростимуляция, нужны специальные тренажеры. Вместе с Людмилой своей очереди ждет и Наталья. Свою заявку на получение путевки в санаторий она подала в январе. Я встала на очередь и имею право санаторно-куронное лечение. Все, я вот на очереди. Я была 14 тысяч 60 какая-то, сейчас 13 тысяч. Я уже просто сама для себя просчитала, что вот если вот такими темпами по 50 человек продвигается очередь, то лет 35 нужно, чтобы добраться до санатория. Женщины уверены, путевки в лечебнице на Черноморское побережье получают лишь избранные. Однако в краевом обществе инвалидов объясняют, что никакой коррупции здесь нет. С июня прошлого года путевки можно получить только согласно электронной очереди. Сейчас нет никакой коррупции, нет никакой электронной очереди. И она поступает по мере поступления тех денежных средств и тендеров, которые разыгрываются на санаторные курортные путевочки. Лечение в санаториях ежегодно оплачивает фонд социального страхования. Путевка на 18 дней плюс проезд обходится в 21 тысячу рублей. Около 200 тысяч инвалидов живут в Красноярском крае. Из них примерно 20 тысяч ждут своей путевки на лечение в санаторий. В прошлом году поправить свое здоровье смогли только 6 тысяч инвалидов. В лучшем случае через два года. В лучшем случае. Потому что у нас финансирование и ежегодно уже сложилась статистика, путевок и денег хватает в среднем на 6 тысяч путевок. Очередность по краю складывается от 18 до 20 тысяч людей. Людмила Николаевна вместе с подругами помощи от государства уже не ждет. Время идет, а курс реабилитации необходимо проходить регулярно. Поэтому женщины ищут меценатов. Виктория Столярова, Михаил Ткачук, Афонтова новости.